это норка голубая особо ли не видно она спряталась очень злой очень злой подпольная кличка киллер я обычно говорю пальцы не совать штраф один палец нет это да больше мы выпустим это соеды так там близко только не подходите она далеко достает она прошлый раз журналистку за минуту до прямого эфира подросла медведица так что вы там Субтитры делал DimaTorzok 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 ой потап сейчас услышал пришел а то он обычно с утра то в берлоге лежит это большое но до 10 лет ему и как большой не 35 живут 45 вообще-то 35 это в этом в природе где он жил никто не знаю пришел под гатчину коттедный поселок где строят вниз вагонтика таджик поселился и три дня там жил пока хозяин приехал ему повезло хозяин охотовед оказался приехал посмотрел он знал такой уже ходил как это охранял поселок так он любит поддорожник почему не нервничать что потапа да хороший потапать его есть подружка расставим подружка подружка он садится по соседству живет а вышла тоже подружка еще интереснее истории товарищ такого маленького как мы видели на первом году жизни взял медвежонка да вона притащил домой а денег нет чего нет три стенки вольера сделал 4 стены он решил собью цепи родил нашей цепи и так 8 лет перестегнуть не мог цепь вросла на 7 сантиметров когда ее нашли эту медведицу в общем это но она могла метр туда-сюда ходить вот такая куча под ней ну почистить и вот такой огромный комок цепь же внутри гниет ржавеет и через вещи этот гной весь наружу течет это такой комок гноя бы вот сюда привезли еле отмыли так но где-то видео есть вот тряпку не дали она сама мочит тряпку мне дает и я вот смывают на сколько они сообразительные 4 операции делали мы по частям вырезали последний кусок зацепился за позвоночник вот так оделся этим гнездом и вот марина александр сакадеев зубила в срубах вот этот отросток чтоб только снять северная линия кто-то или на шашлыки привез или просто побаловаться и выкинул их на мурман где-то синявинской вот туда несколько лет три было три но это уже родились у нас два ну няш и они две недели там на трассе сидели потом уже ну давай заберем их смотри сколько-то может у них эти врага-то девчонки ну да олени о морковка пришла где-то не у нас все животные толстые холеные гензель у нас же волонтеры каждый год несколько выездок в лес я не собираем на всю зиму на все лето то есть они у нас питаются нормально а где люмка люмка в сарайчике люма люма люм-люм-люм люм люма я читал как ее замазали и так алюминиевая была да 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 это стоит собака ее подрала загнала речку чуть не утонула вытащили ему ее всем миром спасать люма там светик заплакал света вот три там и здесь двое постучи по этой может быть люма морковки от принести люма сейчас всю морковку олени сожрут что появился этого года вот этот гость этого года а не химитик полетят почему-то и не да нет они не обижают гензель сначала мягкие а сейчас они обдирают они сначала мягкие а сейчас вот они костянеют они как-то быстро в этом году по это поснимали все с себя к ним так привыкаешь вот особенно которые на выкушке растишь и растишь выкормишь а потом в лес на выкушке а ну давай Сергей Виталович вот прям вот позирует ждет вас понятно ждет я вот хочу спросить первое трогать ну конечно дело в том что это наши братья меньшие меньшие и печальные истории когда человек браконьер охотники калечат дикие животы но слава богу есть вот такое место центр реабилитации как я понял и есть место в России где вот диких дверей которые попали в беду либо по вине человека к сожалению чаще всего по вине человека либо как по природе здесь их лечат дают возможность нормально жить здесь приезжают волонтеры добровольцы кормят помогают это очень хорошее дело и действительно это не зоопарк это центр реабилитации для диких дверей те кто потом полностью выберут выпускают вновь в дикую природу но к сожалению многие животные уже не могут быть возвращены потому что они там не выживут потому что они по количеству меделеса без ноги делают много говорят могут еще больше не хватает поправок на уровне власти как вы считаете будут какие-то расширения но дело в том что есть вот какие нужно решать вопросы во первых вот для таких центров необходимо принять закон позволяющий брать лесной участок огораживать его и там создавать места для естественного пребывания диких дверей сейчас вот много закона это не позволяют это первое второе но вы знаете что базовый закон по туманному отношению к животным в первом чтении так и лежит за это время принято два закона государственной думы один закон о запрете при травке охотичь собак на дихих животных контактный то есть бесконтактный теперь раньше можно было этот ужас вообще наблюдать на при травших танцах и второй закон мы приняли о усилении ответственности за жестокое обращение с животными и что характерно в этом законе мы впервые ушли обычно когда такие законы принимались речь шла только о домашних животных там о собаках о кошках на лошадях а здесь не имеет значения если вот вот такое зверское к сожалению отношение к зверям то человек должен понести заслуженное наказание вот такой законопроект изменения в уголовном конкурсе был принят буквально вот в начале этого года будущее есть в общем будущее есть дело в том что ведь это же ну смотрите какой красавец и конечно таких красавцев нужно беречь защищать охранять и помогать им и помогать тем кто попал в беду потому что это конечно ужасная история которая здесь он такой вышел а это кто ослик что ли это ослик и огромное спасибо к этому центру вересу руководителю и всем кто здесь работает потому что это благое святое дело спасибо вам так ну что подойдем так ну что подойдем так ну что подойдем так ну что я буду спускать подойдем подойдем вот с львом можно понять а если понять что он с точки настроения а у медведева он вообще не предсказуем у нашего медведева у этого именно у этого потапочек ну вот не на одном уровне я так понимаю почек все это железо он его все время высматривал ждал что у него было плохое он был усидел и он так репли как заорет мы так расстроились потом я говорю а это вот это он у нас родил а вон мама бежит с проверкой папу отсадили потому что малыша стал обижать конкуренция повезла два пацана а 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 чтобы выпустили природу, это пундровый, видите? Выпустили на 30 километров, по простой дороге, потом пришлось в пиване. И вытаскиваю, там может быть. И вытаскиваю. И вытаскиваю. Непоразборчиво выше. Вот и вот так. И оттягиваю, как начинать. По ногам. Под ногами. Под ногами. Под ногами.